Привет всем! Продолжаем наши советы для начинающих музыкантов, скрипачей, ну и вообще для учащихся студентов. Что я хочу сказать? Вот родители сталкиваются с таким моментом, как выбор скрипки для детей, которые начинают учиться в возрасте от 6-7 лет. Какие я могу дать вам советы в выборе скрипки? Дети быстро растут. В это время примерно 6-7 лет это четвертушка или 1 четвертая ее называют, ну среднестатистически так, с учетом роста ребенка, размером длины рук и всему подобное. 1 четвертая, четвертушка. Не покупайте никаких дорогих скрипок, достаточно купить какую-нибудь простую, ну сейчас понятно весь рынок наводнили этим китайским ширпотребом, и они очень много делают этих скрипок. Но для этой цели как раз-таки это подойдет. Единственное, что придется немножко потратиться, пойти к мастеру, потому что они делают там заготовки, поставки, вот это все надо подточить, струны могут неправильно на грифе лежать и все тому подобное. Все это надо переделывать. Вот пойти к мастеру немножко потратиться придется. Но покупка такой скрипки как бы на таком этапе оправдывает вот этот же китайский ширпотреб, потому что ваш ребенок на этой скрипке будет играть, ну там два года максимум, да, где-то через два года он перейдет уже на половинку, и на половинке он долго не задержится, уже где-то к пятому, шестому классу это будет три четверти. То есть, хочу сказать, не тратим много денег на этот. Если есть деньги, то уже когда ребенок будет дальше продолжать, это уже будет не ребенок, а уже подросток, и вот где-то 14-15 годам ему понадобится уже целый размер скрипки, или четыре четверти. Вот тогда можно уже задуматься о покупке нормального инструмента. Но, как вы понимаете, даже китайский ширпотреб, он тоже разный. Есть, которые делают такие уже мастерские, где сидят мастера, и эти скрипки тоже уже не дешевые. Они приближаются к цене хорошей немецкой или французской мануфактуре старой, который до сих пор есть на рынке. Но чем, так сказать, китайцы привлекают? Тем, что они делают вот так, имитируют, делают достаточно симпатичный лакс такой, кладут там, симпатично выглядит. Но внутри у них не обработан, у них неправильный толщинный дек, у них, то есть они привлекают видом, но не качеством, да, и играть на них, я вам скажу, у меня были такие скрипки, небольшое удовольствие. Ну, годятся для каких-то определенных целей, скажем, где не надо поцарапать хороший инструмент, где там бывают даже в профессиональной работе такие мероприятия, где нужно микрофон ставить, а микрофон может поцарапать деку. Ну, вот такие, понимаете, профессиональные тонкости там. Вот, так что советую вам не тратить большие деньги на детей. Пусть начнут заниматься, а дальше видно будет. Это то, что касается выбора скрипки. То же самое могу сказать, выбор смычка. Сейчас пошла в моду на эти карбоновые смычки продают, но, вы знаете, мое мнение, все-таки смычки сделаны из дерева, из настоящего фернамбука, нельзя сравнивать с этими карбоновыми смычками. Как-то вот так. То же самое могу продолжить в выборе струн. Не зацикливайтесь на этих всех дорогих брендах, типа там, которые стоят там чуть не по 100 долларов за комплект струн. Не надо, можете купить те же пираста или есть такие прим шведские струны на металле. Они вполне пригодны и много вам прослужат. Чем покупать там, скажем, какие-то жильные струны и тому подобное. Это для учащихся вообще практически я не рекомендовал. Можно купить там за, я не знаю, 40-50 долларов комплект струн, иногда их даже дешевле, и он вам прослужит. Вот это к тому, что имейте это все в виду, потому что всякие уловки есть по поводу тех же струн и тех же ассессуаров к инструментам. Вот. Что еще могу вам добавить к этому? Ну вот практически на эту тему все, что я хотел сказать. Подписывайтесь на мой канал, помогайте каналу. И кто желает, пожалуйста, даю уроки онлайн. Можете со мной связаться. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok